Когда Вильгельма Фетлер, или как он любил себя называть, Василия Малова, выслали из Российской империи за проповедь Христа, то через какое-то время он оказался здесь, кстати, в Соединенных Штатах Америки, и стал организовывать учебный центр для служителей, чтобы посылать их обратно туда, в ту землю, где было его сердце. И одна из американских семинарий, причем даже не одна, а несколько лидеров американских баптистов, они вышли на него с предложением, чтобы их учебные центры как-то взаимодействовали с его площадкой подготовки служителей. И он, будучи опытным пастором, стал общаться с ними, и разговор был о Христе. Но чем больше они говорили о Христе, тем больше он понимал, что они говорят о разных Христах. Вроде была христоцентричность, но там не было настоящего Христа. И после этой беседы Вильгельм Фетлер или Василий Малов категорически отказался от всякой финансовой помощи и взаимодействия, заявив, что это не наше богословие, оно не спасает. И поэтому разговор о Христе, он очень важен, потому что мы говорим не просто про какие-то абстракции, не просто про какие-то верные, выверенные, точные формулировки. Мы говорим про спасение душ людей. На кону стоят души людей и слава Божия. И тема, которую братья попросили меня раскрывать, она называется «Слава Божия». На основании отрывка Писания из Послания к Колосинам, глава 3, первые четыре стиха. И мы в знак благодарности и почтения к Божьему Слову встанем и прочитаем этот святой текст. Итак, Послание к Колосинам, 3 глава, первые четыре стиха. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос следит о десной Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Богем. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Мы помолимся. Отец наш милосердный, мы сейчас прочитали Твое Слово. Это Твое божественное, безукоризненное, безошибочное святое Слово к людям. И мы нуждаемся в Твоей благодати, чтобы разуметь это нашим умом, чтобы внимать нашим разумом, чтобы восхищаться нашей душой, чтобы смиряться нашей волей. И мы нуждаемся в Твоей благодати, чтобы понимать и воплощать. И мы молимся, чтобы Ты показал нам славу Своего Сына, нашего Господа и Спасителя. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, дорогие мои братья и сестры, садитесь. Послание Колосиным, оно похоже на главу и систематического богословия по христологии. Апостол Павел нам показывает Христа, как превознесенного над всем Царя, вседостаточного Искупителя, суверенного Господа и истинного Бога. Иисус, будучи Сыном Божиим и Спасителем, полностью закрыл непреодолимую пропасть между трансцендентным, святым, вечным Богом и грешным, перстным, слабым человеком. Теперь человечество получило благословение, примирение со своим Создателем. Но человеческая гордыня не желает смириться перед своим Создателем и Владыкой. Помраченный грехом человеческий разум ищет какие-то лазейки. Как можно обойти этот единственный Богом данный путь примирения и найти свой путь, чтобы прославить себя, чтобы возречить себя, чтобы восхвалить себя? Когда лжиучители в Малой Азии не соглашались с достаточностью и превосходством Христа, они предложили ложную духовность, которую вполне справедливо будет назвать религиозностью. Но человеческая религия, какая бы красивая, привлекательная она ни была, она не может победить грех. Она не способна. И когда человек пытается решить проблему разделения мира святым Богом и грешным человеком, своей мудростью, то он придумывает очередной бесплодный изм, который в действительности не способен ни приблизить нас, ни привести к нашему Богу. Легализм, аскетизм, ритуализм, мистицизм, сакраментализм, субъективизм, синкретизм, антиномизм, игностицизм. Все эти измы отвергали достаточность и совершенство нашего Спасителя Христа. Павел же показывает в этом послании, что все, что нам нужно, все, в чем мы нуждаемся, уже есть во Христе. Верующий в Нем уже совершен. Вся наша жизнь поддерживается и обеспечивается Христом. Мы ничем и ни в чем не обделены. Поэтому всякие измы умирают в жизни настоящего христианина за ненадобностью. Перед нами этот текст. Это некий переходный текст. Первые две главы показывают нам, кто такой Иисус. Показывают нам доктрину о Христе. Что Он сделал для нас. А потом нам показывается переход. Как нам жить во свете этой доктрины. Что есть подлинная духовность. Подлинная духовность – это не продукт мистицизма или аскетизма, или активизма, или эмоционализма. Она исключительно только во Христе, через Христа и для Христа. Благодаря нашему союзу с Ним. Мы соединены с Ним, смотрите, в этом тексте, в Его жизни, в Его смерти, в Его воскресенье. Наша жизнь до Него, до обращения закончилась. Теперь мы живем им и в Нем. Наши прежние желания, надежды, планы, пути – все осталось позади. Бог переписал, переписал историю нашей жизни. У нас новый паспорт небесный. У нас новая идентичность. Мы дети Божии. У нас новая перспектива, траектория жизни, небеса. Наше прошлое больше не давлеет над нами и не определяет наше настоящее. Наши слабости не управляют нами. И наше будущее больше не пугает нас. Как говорит апостол Павел в послании 2 Коринфянам, древнее прошло, теперь все новое. Это 5 глава, стих 17. И апостол начинает свое изложение, очень важное изложение, с весьма принципиального утверждения. Смотрите, для кого-то это, возможно, даже непонятное утверждение. Но он говорит, «Итак, если вы воскресли со Христом». Кому обращается здесь Павел? Ко всем ли людям этот вопрос? И очевидно, что нет. Он говорит, «Если вы воскресли со Христом». То есть он обращается к тем, кто уже уверовал Христа, тем, кто обратился к Нему, кто пошел за Христом, кто понял, кто Он такой, кто обрел духовную жизнь через Него, кто был усыновлен Богом, кто соединился с Ним через веру. И вот почему это так важно. Если мы не поймем, что Павел разговаривает здесь с уверовавшими, с оправданными, с принятыми Богом людьми, то нам может показаться, что все, что он пишет дальше в оставшихся двух главах, это некий список требований, которые нам нужно исполнить, чтобы получить Божие благоволение и Божие принятие. Но Павел говорит, «Нет, это не так. Вся наша благочестивая жизнь, это следствие нашего примирения с Богом, нашего союза со Христом, наше освящение основано на нашем оправдании». И точно не наоборот. Поэтому он и говорит, «Если». И если это не вопрос, это не предположение, это утверждение. Это утверждение. Это по-настоящему большая трагедия, когда верующие люди думают или начинают думать, что их моральные поступки могут сделать их праведными в глазах Бога. Они мыслят, что если они почистят свою жизнь, то они смогут заработать Божие благоволение, Божие расположение к ним. Но Павел абсолютно не соглашается с таким мышлением, и он говорит, «Если вы воскресли со Христом», это принципиальный момент в понимании этого отрывка. Потому что только любовь ко Христу, мои дорогие, только любовь к Иисусу, это то, что может нас реально, по-настоящему трансформировать, изменить, преобразить нашу жизнь. Внешне изменение жизни не обязательно приводит нас к любви ко Христу. Ведь я могу, в конце концов, сам бросить пить или курить. Я могу научиться быть вежливым и внимательным человеком, я могу даже стать крещённым и активным членом церкви. Но такие внешние перемены, совершённые моей волей, моей силой, моей решительностью, какая бы ни была у них мотивация, страх, гордыня, желание, внимание, это всё человеческое. Потому что такая мотивация, такое поведение сделает меня ещё большим гордецом и самохвалом, потому что это я, мои усилия меня сделали таким. А если не получится, то я впаду в депрессию, в отчаяние. Но Павел говорит здесь, что перемены настоящие возможны, реальные перемены, и они происходят благодаря моему союзу со Христом. Я становлюсь праведным в глазах Бога не через свои заслуги, поведение, поступки. Мне вообще, в конце концов, нечего предложить Богу, а Он может прийти в мою жизнь, которую я так испоганил и сделать её другой, святой, чистой. Он может оправдать самого последнего грешника и сделать его своим сыном или дочерью. Поэтому у меня простой вопрос. Прежде чем мы пойдём дальше, воскресли ли вы со Христом? Испытали ли вы Его действия благодати, очищающие, преображающие, изменяющие? Если вы это не испытали, то, в принципе, вы не поймёте дальше, о чём будет речь. И я молюсь о том, что в нашем зале не было ни одного, ни одного человека, который бы такого не испытал. В этом зале есть один брат, мой хороший друг, который признался, что за многие годы нахождения в церкви он пережил возрождение только полгода назад. Но я знаю, как много он сделал, как активен он был, но Божию благодать познал только совсем недавно. Может быть, и ты, мой брат или сестра, которые называются таким образом, всё ещё пока не настоящий мой брат, не настоящая моя сестра. Поэтому Павел говорит, если вы воскресли, если вы реально испытали действие о благодати, если вы по-настоящему в союзе со Христом, то вот что будет в вашей жизни. Понимаете, подлинная вера намного больше, чем просто интеллектуальное знание. Это не какой-то билет в небо, это не просто следование какой-то внешней церковности или соответствующему поведению. Это союз со Христом, соединение с Ним, это духовное рождение. Каким бы странным или наивным, это не звучали мои слова, но мы развиваем взаимоотношения не с идеей, не с доктриной, не с безликой мистической силой, но с личностью Господа Иисуса. Мы дружим с Ним. Павел не призывает нас просто к благочестивому поведению, он не моралист. Он призывает нас знать Христа, знать силу Духа Святого так, чтобы жить этой жизнью. Наше поведение точно строится на основании доктрины, но доктрины без Божьей благодати и без врождающей силы Божьей она не поменяет нас. В этом тексте так много материала, что, братья, я переписывал свой конспект несколько раз и план, и даже сейчас смотрю на него и думаю, какой он бедный, какой он жалкий, пусть Господь помилует меня за мое несовершенство. Павел начинает нам и говорит, после того, как сделал утверждение, он говорит, видеть славного Христа. Смотрите, в самом начале он говорит, он обращает свой взор на Иисуса, тот, который однажды открылся ему по дороге в Дамаск, он видел его славу, видел славу Божию в лице Иисуса Христа. Эта слава изменила его полностью, направление жизни его изменило, изменило его сердце, исцелило его душу. Он встретился с Божьей славой через Господа Иисуса. Вообще, само слава, очень, слово само слава не просто ему дать определение. В этом смысле оно похоже на слово красота. Мы часто употребляем эти слова в наших разговорах, но когда приходит момент, чтобы объяснить, что это такое, мы порой не находим слов, и иногда какие-то иллюстрации могут нам помочь, какие-то примеры. Например, мы наблюдаем восход или закат и говорим, это красиво. Это славно. Или мы видим, как какой-то спортсмен делает невероятные кроматические упражнения, и мы с восторгом наблюдаем, говорим, это красиво, это удивительно, это славно. Лексикон Стронга дает такое определение слова слава. Тяжесть, вес первое значение. И когда ты видишь Божью славу, она просто давит тебя, грешника. Она раздавливает всю твою самоправедность. Имущество, богатство, слава, великолепие, величие, почесть и хвала. бесконечно прекрасной и великой личности Бога. Иисус – это образ Бога невидимого. В Нем вся Божья слава во всем великолепии раскрывается перед нами. Это то, что увидел Павел. Поэтому, видя славу Христа, ты восхищаешься и одновременно смиряешься, поражаешься и умолкаешь, восторгаешься и раскаиваешься. Тем более, удивительно, что слава Божия, которая должна была раздавить грешника, во Христе становится его радостью, спасением, избавлением, притяжением и преображением. Я вспоминаю, когда я учился в библиотекской школе, у нас был первый урок о Боге. И первую неделю нам рассказывали о Божьей славе. Братья мои, я готов был каяться каждый день. К концу этой недели я готов был выйти в церковь вперед, потому что Божья слава раздавила всю мою гордыню. Она просто сплющила меня полностью. Я искал самый темный угол, где молиться. Я молился каждый день, потому что видел так свою греховность, как никогда, когда Божья слава была показана. Вторая неделя была об Иисусе Христе. У меня вырастали крылья. Мне хотелось петь. Божья слава не пугала меня, она восхищала меня. Божья слава притягивала меня, она просто удивляла меня. И все благодаря Христу. Вот почему принципиальная разница есть между религиозным человеком и настоящим христианином. Религиозный человек, он любит Божью красоту, он видит ее. Настоящий христианин. Религиозный же человек, он без Духа Святого, он просто видит Божью силу, он видит Его могущество. Он не видит красоты Божьей. Вот почему подлинное покаяние, это не просто признание себя грешником, это также и видение Христовой красоты, в которую ты влюбляешься, которая тебя притягивает. Без Духа Святого это невозможно. События на той Дамасской дороге так сильно повлияли на Павла, что все, что он дальше говорит, во всех его посланиях, во всех рассуждениях, он воистину христоцентричный. Он везде проповедует о Христе, он центр его проповеди, мысли. И на самом деле, братья, люди могут увидеть славу Христа, когда мы проповедуем прославленного Иисуса. Просто, через Божье слово. Подобно даже, как Павел встретился с ним там по дороге в Дамаск. Дух Святой это делает для сердец людей. И Павел здесь суммирует два важных заявления о Христе он делает. Во-первых, смотрите, он показывает нам место сегодняшнего пребывания нашего Спасителя, Господа Иисуса. Он показывает Его Высокого, Превознесенного, Который сейчас обитает в Ишине. Он совершил свой исторический, искупительный, земной труд и теперь пребывает с Отцом в небесах во славе, которую Он имел до создания мира. Он наш совершенный Спаситель и великий, славный Господь. Ни один человек не может достичь небес своими стараниями, своими усилиями. Только Святой и Совершенный может оказаться там. Только те, которые обличены в праведность Иисуса, будут там. И Павел говорит о Его положении. Он не просто в небесах среди ангелов, но Он сидит одесную Бога. Он отмечает, что Он имеет такое высокое положение, как, по крайней мере, здесь два момента Он подчеркивает. Во-первых, Он подчеркивает, и это на самом деле умиляет мой сердце, что Иисус там сидит по правую сторону от Своего Отца и ходатайствует о нас, как великий Просвященник. Дорогие мои, я хочу иметь такого ходатая на своей стороне. Мне Он очень нужен. Иисус это делает постоянно, но Он также находится на месте славы, на месте власти. Он есть Царь, Он глава Церкви, Он современный владыка на Вселенной, Он обладает всей властью на небе и на земле. Однажды все враги падут Его к ногам. И то, что Он там на небесах, вовсе не означает, что Он оторван от нашей земной жизни. Он правит над всем, управляет абсолютно всем, творит все, что хочет на небесах, на земле и во всех безднах. Он знает каждую деталь во всей Вселенной, каждую песчинку, все под Его абсолютным контролем и властью. Вот Он, дорогие мои, наш превознесенный Господь и совершенный Спаситель. И дальше Павел говорит нам, нужно искать Его славы. Смотрите, чуть ниже он говорит, то ищите горнего, где Христос сидит одесною Бога, а горним помышляйте о Неземном. Раз вы воскресли со Христом, раз вы соединены с Ним, раз вы оправданы им, то ищите горнего, то есть небесного. И апостол не оставляет нас теряться в догадках, что же там нам наверху нужно искать. не арфы, на которых мы будем петь. Нам нужно искать Иисуса снова. Там, в небесах, мы смотрим туда, где Он сидит одесною Бога. И здесь несколько деталей. Я хотел бы три элемента отметить вот в этих двух стихах, даже, может быть, конец первого, начало третьего. В представлении большинства людей вера должна дать им что-то земное, работу, какой-то успех, зарплату, здоровье, семью. Но Павел призывает нас искать Христа, искать Его славы всем нашим сердцем. Именно так лучше перевести это выражение. Ищите горнего. Это же самое слово используется и в этой известной фразе «Ищите Царство Божие прежде, Царство Божие и правду Его». То есть Павел говорит здесь о расположении нашего сердца. Наши сердца должны быть направлены на небесное, на Христа. Они не должны быть порабощены чем-то земным, но захвачены небесным. То, чем захвачено твое сердце, ты всегда будешь смотреть туда. Я вспоминаю свое детство. Наши родители под Новый год под елку клали нам подарки. Подобно, как и, наверное, многие сегодня это делают. Я помню нас, брата, мы заходили в комнату и вот мы порой вот так вот шли. Мы так шли. Даже я помню, как Элбом однажды ударился о стену, о косяк, точнее. Потому что вот мой взор был туда, где мои подарки. Внимание поправильно туда. Меня все вокруг не интересовало, что там происходит. Вот они меня интересовали. И Павел говорит, расположение твоего сердца туда, где Иисус, твоя любовь, где твоя цель. Он есть наше внимание, наши мотивации, наши мечты, чтобы познавать Его и жить с Ним, чтобы Он воял и формировал нас, чтобы Он окрывался в нас и через нас, чтобы Он создал в нас радость спасения вне зависимости от настроения нашего и наших обстоятельств. Смотрите, пять раз здесь в этих четырех стихах Павел указывает на Иисуса. Первый стих «Со Христом». В конце стиха первого «Где Христос?» Третий стих «Жизнь ваша сокрыта со Христом». Четвертый стих «Когда же явится Христос, жизнь ваша». Четвертый стих «Конец, вы явитесь с Ним». Христос, Христос, Христос. Пять раз. Вы теперь духовно соединены с Ним, мы пребываем с Ним в союзе, в благословенном союзе. Все теперь наше связано с Ним и Его связано с нами. Но почему Павел так много объяснял в первых двух главах кто такой Иисус? Почему Он сидит одесною Бога Отца? Давайте послушаем еще раз этот торжественный гинн, на котором мы слышали прекрасную проповедь совсем только что недавно, из первой главы, с пятнадцатого стиха, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах, что на земле, видимое и невидимое, престололи, господстволи, начальстволи, властили, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего и все им стоит. И Он есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Дорогие мои друзья, Иисус нам никогда не наскучит. Всегда есть что-то еще, что-то больше, глубже, интереснее, потрясающее, удивительнее. Не случайный апостол Павел, посланник и эфесянам. Глава 2, стих 7, говорит такие слова. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Смотрите, явить преизобильное богатство благодати, это про наше время, про нас с вами, здесь сидящих. Это искупление такое богатое, такое удивительное, что, дорогие мои, потребуется века, миллиарды лет, вечность, чтобы нам хотя бы чуть-чуть продвинуться в понимании глубины и красоты Иисуса Христа. Нам, людям, обычно все что-то быстро наскучивает. Вот вам понравилась какая-то вещь, может быть, какая-то песня, вы ее слушаете, смотрите, используете, проходит время, неделя, и она уже вам надоела, хоть что-то более интересное, что-то новое, что-то, кажется, более захватывающее, привлекательное. Но, дорогие мои, такое с Иисусом не случится никогда. Всегда есть куда копать, идти дальше, видеть больше, понимать лучше. Всегда есть новый уровень восхищения, смирения, удивления, понимания. Всегда есть новая грань истины, которая затрагивает струну нашего сердца, приводит нас в умиление, поклонение и восторг, а иногда в сокрушение и раскаяние. Поэтому Павел говорит, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где сидит Христос одесную Бога. Там в небесах наша любовь, там в небесах наш лучший друг, добрый пастырь, наш спаситель, искупитель, там увлекательнее всего, интереснее всего, круче всего, потрясающе всего. Мы хотим в небо, не потому, что там только безопасно, или там, потому что интересно, и там поют хоры ангелов, или просто мы, наконец-то, прогуляемся по золотым улицам Иерусалима. Мы жаждем там быть, потому что там Иисус, любовь нашей души, нашего сердца. Не случайно Ассав однажды воскликнул, Псалом 72, «Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле!» И дальше добавляет, «Изнемогает плоть моя, и сердце мое, Бог твердыни сердца моего, и часть моя вовек!» Это значит, что моя самая большая земная радость, она просто меркнет, меркнет с радостью общения с моим Господом Иисусом. Моя радость не связана больше с внешними обстоятельствами, она связана со Христом. И слова Павла, они не какие-то абстракции, не какие-то, знаете, такие оторванные от реальной жизни правильные мысли, какая-то греческая философия, которая не спасает и не меняет. Они очень практичны, очень актуальны. Понимаете, если мы попытаемся с вами использовать Иисуса, чтобы получить что-то для себя в этой земной жизни, думая, что Он что-то должен нам дать, то когда мы это не получим, то, скорее всего, мы даже на Него можем обидеться, но это не сделает нас счастливыми, даже если мы это и получим. Некоторые люди пытаются так вот рассуждать, они думают, я буду любить Иисуса, потому что тогда Он мне даст хорошую жену, или Он мне даст хорошего мужа, или Он даст мне послушных детей, или Он поможет мне восстановить мой брак. Я буду идти за Ним, смотреть на небо, потому что тогда Он поможет мне с работой. Я буду следовать за Иисусом, потому что Он сделает то или это. Знакомо ли вам такое мышление? Ну, если мы так будем жить, то мы точно на пути к идолопоклонству, ведь наша радость это не Иисус, наша радость и вещи, которые мы от Него пытаемся получить. Но благая весть не в том, что Бог даст тебе, мужа или жену, хорошую работу или послушных детей, здоровье или богатый дом, спокойствие или успех жизни. Благая весть, Евангелие на том, что Иисус примирил нас с нашим Создателем, против которого мы восстали. Он искупил наши грехи, которые мы не могли. Он взял Божий гнев на наш, который мы заработали для себя. Через Его мы обрели настоящую радость и подлинное счастье, потому что то, что мы делали раньше, в том, в чем мы искали удовольствие, удовлетворение, радость, успех и все прочее, не приводило нас к настоящему счастью, только обрадовало нас. Мы думали, что мы, получая все эти вещи, становились счастливыми, но становились рабами их, а не счастливыми обладателями жизни. Иисус же освободил нас и дал нам эту жизнь. Если вы этого не понимаете, если вы начинаете думать, что не получив что-то, Бог просто предал вас или забыл вас. Знаете, Бог не предавал и не забывал. На самом деле Он дал нам самое лучшее, самое важное, самое нужное. Он дал самого себя. Он дал своего Сына. Это сердцевина Евангелия. Наше счастье, удовлетворение не в вещах, не в обстоятельствах, не в нас, оно во Христе. Помните эту известную иллюстрацию моста? Пропасть, с одной стороны Бог, с другой стороны человек, смерть, жизнь, грех, святость, пустота, счастье, ограниченность, бесконечность, никак не перейти самостоятельно. И вот между ними появляется крест Христа, вот этот мост. И это есть, дорогие мои, Евангелие, радостная вещь о том, что Иисус переводит тебя на другую сторону от рабства греха в благодатную жизнь с Богом, примиряя тебя со своим Создателем. Евангелие помогает нам наслаждаться такими вещами, которые в нас больше не производят вину и стыд. Теперь все, что я делаю во славу Божию, дает мне удовлетворение, радость. Я могу наслаждаться жизнью, жить по-настоящему глубокой, полноценной жизнью. Я даже проиллюстрирую пример. Например, интимных отношений. Можно смотреть порнографию, заниматься мастурбацией, вступать в какие-то блудные отношения, и все это порождает вину и стыд. А в то время, как в законном браке интимные отношения несут благословение и радость, когда я нахожу удовлетворение в Боге и живу небесным, тогда земное несет неблагословение, а не ставит капканы, опасные капканы, пытаясь поработить меня вновь. Да, конечно, есть вопрос, может ли Бог благословить тебя хорошей семейной жизнью или спасти твой брак? Конечно. Может ли Бог помочь вам с работой? Несомненно. Может ли Господь помочь с детьми, с учебой, с отношениями, с друзьями, с родителями, с здоровьем? Абсолютно. Мы сегодня молились Богу за Сергея? Можем ли мы полностью уповать на Него и доверять Ему во всем? Да. Можем ли мы открывать свои желания в свое сердце? Конечно. Но мы не должны смущаться и не обижаться, уж точно не злиться, если Он не даст нам то, что мы просим. Мы ограничены. У нас такие крошечные мозги по сравнению с Ним. Он всегда был и всегда будет. Он видит все, знает все и понимает, каким сложным образом все переплетено для достижения Его цели, явления Его славы и нашей радости. Посмотрите, Иисус суверенно правит всей вселенной. Он в небесах, по правую сторону от Отца. Поэтому, когда мы не получаем на то, что надеялись, мы полагаемся на Его мудрость, полагаемся на Его власть, на Его божественный контроль, а не сердимся, не отчаиваемся в нашем неразумии. У Бога учтены все волосы в нашей голове, и ни один не падает без Его воли. Покорность власти Христа дает нам подлинную свободу и мир. И Павел говорит нам, не попадайте в эту ловушку, ищите горни, добавляет, как это делать лучше. Смотрите, он говорит, ищите сердцем и ищите всем разумом. Он говорит про наш образ мышления. Посмотрите на себя, посмотрите на свою мотивацию, на то, как вы мыслите. Многие люди никак не могут найти и испытать полноту радости, удовлетворения, потому что они ищут все это не во Христе. Они пытаются обрести свою значимость, ценность, удовлетворение в чем ином, в ком-то ином, кроме Иисуса Христа. Конечно, люди не говорят, что они мудрее, чем Бог, но они порой живут так, что они думают, что они лучше, чем Бог понимает, как верно жить. Они гоняются за миражами счастья, не сознавая, что оно только в отношениях со Христом. Он нужен нам для удовлетворения нашего сердца, успокоения нашей души, насыщения нашего разума, как воздух для наших легких. Кто из вас сталкивался в своей жизни с таким периодом, который можно охарактеризовать как пустыня? Пустыня. Какая-то духовная сухость и слабость. Иногда, конечно, Бог проводит через это, чтобы где-то обнажить наш грех, каких-то идолов нашего сердца, чтобы мы поискали его, но иногда мы там оказываемся по нашему же выбору. И нам, конечно, не стоит ввинять Бога или людей за то, что мы там, ведь Он дарует нам полноту общения. Помните, как Господь через пророка Иеремия говорит, глава 29, стих 13, «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем». Бог же не похож на какого-то жестокого Отца, который прячется от нас. Напротив, Он желает быть найденным. Я порой удивляюсь, как много ропота бывает у верующих, которые алчат живой воды близости, теплоты, которые устали, измучились, и которые не пьют живую воду Евангелия. Они все еще продолжают искать значимости, ценности, радости, успеха в чем-то или ком-то ином помимо Христа. «Я жажду», говорят они Богу. «Вот вода», отвечает Он им. «Ты не слышишь меня, Боже, мне плохо, я хочу пить», снова упрашивают они. «Ну вот вода, много воды, бездонный колодец моей воды, вот он Иисус, иди и пей». Истощенные люди бегают за лайками, вниманием людей, думая, что это их сделает счастливыми. Они превозносятся и гордятся своими достижениями, сравнивая себя с другими, думая, что это даст им чувство значимости, уверенности, ценности. Они боятся других, переживая, что кто-то сделает лучше или увидит, какие они несовершенные или некомпетентные. И они снова и снова попадают в духовную пустыню своего сердца, своей души, своего разума. Они жалуются Богу, но ищут не Его, и поэтому все еще алчат и жаждут. Мы часто попадаем в поражение и отчаяние, потому что взор наш направлен не туда, где Иисус. Мышления наши построены не вокруг Него. Чем занята твоя душа сегодня, мой брат? Чем заполнено твое сердце? Апостол Павел говорит нам, смотри на Христа, заполняй свой разум небесным. Как? Через Божье Слово? Это единственная книга, где точно написано, что там на небесах. Я поражаюсь, как много верующих сегодня увлекаются какими-то видеосвидетельствами, книжками, типа «Я побывал на небесах». Я много получаю, каждую неделю практически, таких вот ссылок. Я знаю, кто там есть точно и кто там был. Это Иисус. Я хочу читать Его книгу, где написано точно, безошибочно, без обмана, без приукраса, что там на небесах, что я могу понять. Глагол в этой фразе «О горнем помышляете» указывает на то, что нам нужно думать постоянно о горнем, иметь правильное направление мысли, фокус внимания, верную цель, образ мышления, то есть, замышлять о Боге, о Божьем и неземном, и нести это небесное в мою повседневность. Не попытаться принести земное в небо, но небо в мою земную жизнь. Понимаете, Павел здесь говорит нам не просто о каких-то плохих, греховных, земных вещах, он говорит просто о земном. Он не говорит земное-греховное, он говорит просто о земном. Ведь само земное по себе не обязательно греховно, но может привести нас к греху, когда становится центром нашего внимания, мышления. Помните, какую характеристику Павел говорит, посланник филиппийцам, врагам креста Христова. Третья глава, стих 19. Они мыслят о земном. Наше жительство же на небесах. Как искать небесного своим сердцем и разумом? Нет никакого секрета особенного. Это общие средства благодати, чтение Писания, общение со святыми, молитва, благовестие. Это тоже помогает нам привести наш взор с наших привычных земных дел, и не быть прорабощенными этими приходящими вещами этого мира. Полида, задать себе простой вопрос, что восхищает мое сердце, направляет мой разум на Христа? Что вдохновляет меня, чтобы поклоняться Ему? Это могут быть и духовные песни, это какая-то книга, проповедь, молитва, но точно это Божье слово в центре. Порой мне просто помогают, братья, напоминание себе Евангелия. Просто напоминание себе Евангелия. Первый известный богослов прошлого Джонатан Эдверс описал так свой опыт, я читаю его слова, «Иногда только упоминание имени Христа или атрибутов Бога заставляет мое сердце гореть во мне. Неожиданно для себя я вижу Бога таким славным. Когда я наслаждаюсь этой сладостью, она отводит мой взгляд от меня самого. Я не могу заставить себя оторвать глаз от этого славного объекта, моего спасителя Христа». Отметьте, дорогие мои братья, он говорит об опыте, который укорен в доктрине. Настоящая доктрина производит такой опыт, и если его нету, что-то не то, наверное, с моей доктриной. Красота и величие Бога не просто принимаются умом, они должны ощущаться в душе, в нашем сердце. Вообще, мне, братья, еще часто помогает посещение кладбищ. Там я хорошо понимаю, что я смертный, и что у меня ограниченное время, и мое тело однажды положит в землю, и мое сердце преисполняется благодарностью о том, что в небесах меня ждет мой спаситель и искупитель, что он даст мне новое бессмертное тело, что у меня есть надежда, живая на небесную встречу, и что я могу свою короткую земную жизнь прожить ради его славы. Неслучайно мудрый Эклезиас говорит, 7 глава стих 2, «Лучше ходить дом плача об умершем, нежели ходить дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу». Мудрый человек понимает, что однажды он умрет, и скорее всего раньше, чем он думает, поэтому он относится серьезно к небесному, к Божьему. Но есть нечто, что сильно мешает нам, мешает нам на пути к духовному росту, уводит наш взор с небес. Мы часто думаем, что препятствием является, ну вот обязательно сатана, там моя плоть, что такое злое, греховное, но на самом деле часто самым большим препятствием является моральное нейтральное, на то, что ты не можешь найти ясный библейский стих, который бы осуждал это. Например, я не могу сказать, что телевидение это зло, или что все фильмы, которые сняты, это плохо, или все хобби это ужасно, все развлечения они аморальны. Но я знаю, что мы греховные, поэтому можем взять самое нейтральное и сделать его грехом. И вместо того, чтобы искать Бога, мы начинаем гнаться за этими вещами, сущности, которые не греховные, нейтральные, но которые уводят нас от самого главного восторга. Я так уже понимаю, когда захожу в социальные сети и смотрю ленту людей, которые тратят столько много драгоценного своего времени на свои развлечения, на непринципиальный отдых, на себя любимых, которые так мало инвестируют в Божие царство, в личное благовестие или в духовный рост. Но у нас у всех, дорогие мои, 24 часа. Мы все однажды умрем, и вот мы заполняем свой разум, память, всеми этими нейтральными вещами, по причине нашей греховности. Мы можем искать не Господа, а вот все это. И мы уже не смотрим в небо, а рыщем по земле. И эти нейтральные вещи подрывают наше близость со Христом. Они обкрадывают наши чувства, тушат наше сердце по отношению к Божьему. Мы уже не восхищаемся истиной, как раньше. И пытаемся заполнить наши бессмертные души быстро ускользающим восторгом от новых спецэффектов, лайков, одежды, развлечений, спортивных занятий и так далее. Берегитесь, мои дорогие, этого. Многим из нас сегодня, вероятно, нужна молитва, чтобы слезть с этих крючков, которые зацепили нас. Мне знакома одна семья, которая перестала по вечерам смотреть художественные фильмы. И, о чудо, у них появилось время, чтобы вместе молиться, читать Библию, отдыхать, лучше спать и просто жить веселее. В этом тексте сущности есть важный совет для успеха благовестия. Освободившись от цепей этого мира, прилепившись сердцем и разумом ко Христу, я могу пойти служить обратно, спасать этот мир, нести спасительное Евангелие. Ведь теперь мы можем рассматривать окружающую культуру, общество всем по-другому, не как прежде. Раньше мы были людьми этой культуры, продуктом этого общества, продуктом этой культуры. Теперь же мы дети Божьи, в нас есть жизнь Божия, и мы можем понимать, что, откуда, почему. Мы теперь можем нести исцеляющее спасительное Евангелие в этот мир, будучи сами свободны от мирских оков, от ложных схем, парадигм мышления, нести ценности Царства Небесного в наше общество, в наш дом, в нашу семью, в нашу культуру. Веда в том, что мы можем быть настолько захвачены этими земными вещами, что стать непригодными для миссии неба на земле. Иногда мы пытаемся, конечно, говорить о том, что небесное это нечто внешнее. Внешнее это очень легко, братья. Внешнее можно подделать. Правильно одеться, правильный лексикон, но настоящее Божие, его трудно подделывать долго. Требуется Божия благодать. И это совсем другое, это более сложный, это образ мышления, расположение сердца, вектор нашей жизни, вектор отношений. И еще, мне хочется отметить важную деталь для нас тоже, это искать все веры или убеждения. Смотрите, стих 3. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Обычно перед сном я стараюсь порассуждать о прошедшем дне. Посмотрите, что я сделал, чему Бог меня учил. И я должен признаться, что иногда мне нужно исповедоваться. Я замечаю, что в чем-то я был неправ перед Богом. Божье Слово в этом тексте учит меня направлять мой разум, мое сердце, мой взор на небо, чтобы Иисус был в центре всего, чтобы в нем я находил и ценности, и радости, и славу, и все остальное. И мне это нужно делать постоянно, потому что, если я увожу свой взор с Него, даже если я верующий уже много лет, то мой взор будет направлен на что-то другое. И тогда, братья мои, я могу начать завидовать, жалеть себя, подозревать людей, огорчаться или обижаться на людей, искать радость и удовольствие не в Боге. Бывало у вас такое? Я замечаю, что он до меня такое посещает. Поэтому Павел и пишет, о горнем помышляйте неземном, ибо вы умрили, и жизнь ваша, жизнь ваша сокрыта со Христом Боге. По сути, Павел здесь говорит своим читателям, не забывайте, неважно, как долго вы живете со Христом, помните, что вы умерли с Ним, и теперь ваша жизнь сокрыта со Христом Боге. Не забывайте, что вы оправданы, приняты Богом не через свою благочестивую жизнь, но исключительно и только благодаря Христу, через его смерть на Голгофе за вас. Вот почему апостол Павел постоянно в своих посланиях проповедует Евангелие уже уверовавшим, тем, кто знали радостную вещь, хорошо, тем, кто пошел за Иисусом, он напоминает им, вы не можете заработать свое спасение, вы не можете получить Божие благоволение, это сделал для вас Иисус, и только Он один, вы приобретаете это не своими потугами, не своим поведением, не своими словами, вы получаете это благодаря Божьей благодати и поведению и поступкам Христа. Оно не в вас, оно во Христе. Но почему признаком настоящей христианской зрелости является то, что когда ты спотыкаешься или падаешь, то ты бежишь к Богу, и это приводит к большому поклонению. Духовная же незрелость проявляется в том, что я убегаю от Бога, пытаясь как-то пофиксить, поправить свою жизнь и потом снова пойти к Нему. Такая, знаете, странная духовная практика, когда мне плохо, я убегаю от Бога, пытаясь исправить свою жизнь, а когда мне хорошо, я с Ним. Вот почему многие испытывают такую сухость, такую пустыню, потому что они не приходят за помощью к Богу. Духовно зрелые люди, когда они спотыкаются, они говорят, Господи, я согрешил, я не прав перед тобой, я удивляюсь, что ты меня любишь, не отвергаешь, что я одет в правильность Иисуса, это моя надежда, и они бегут к Богу, они бегут, они не прячутся, потому что у Него есть милость, у Него есть прощение, Он есть надежда. Знаете, когда я наказывал своих маленьких детей, то у нас была довольно интересная процедура, мы с ними проговаривали, почему, что было, мы с ними соглашались, что это было неправильно, они избирали меру наказания себе, потом я ее выполнял, и знаете, что было самое интересное, мы вместе плакали, потому что они бежали ко мне обниматься, они знали, папа любит, папа любит, да, он наказал их, чтобы остановить, но он их любит, и когда мы падаем, а нет ни одного, кто не падал бы, в разной степени, то зрелый человек бежит, бежит туда, по причине Христа, что он моя надежда, не мое доброе поведение, это реальный опыт, и мы становимся ближе к Богу, это реальный опыт веры, я стал ближе к Богу не из-за своего греха, но из-за веры в его благость, любовь, осознание моего усыновления, принятия, его милость, в конце концов, приемла к нему, и он утешает меня, очищает меня, возвращает мне радость спасения, и дает мне испытать невероятную близость, понимаете, наши жизни, наши поражения, наши ошибки, наше падение, вся наша жизнь, все сокрыто во Христе, в Боге, это дает нам такую свободу и способность проживать в христианской жизни в настоящей силе, крепости, свободе, радости, и чем дольше мы идем за Христом, тем больше у нас такого опыта, и поэтому мы растем в стабильности, твердости, уверенности, в зрелости, в любви, в смирении, мы быстрее обновляемся и восстанавливаемся, мы быстрее осуждаем свой грех и проявление своей плоти, мы легче принимаем критику, быстрее просим прощения и первыми идем на примирение, потому что Христос преображает нас через веру, потому что Он с нами, и мы взираем на Него. Христианство – это не то, что я добился своими потугами, но это работа Божьей благодати во мне через веру и послушание. Это потому, что у меня есть союз со Христом, иначе я буду пытаться сам себя переделать, а если так будет, то через пару-тройку лет я приду просто к финалу, я начну расти в ропоте, недовольстве, завидуя другим, обвиняя других, оправдываясь, защищая себя, или буду расти в гордыне, сравнивая себя с другим, видя, что я лучше, чем они. Но христианство – это не победа твоей воли, над твоими дурными поступками, привычками, это искать Господа всей сердце, всем сердцем поистине, и Он преображает тебя, преображает тебя так, что ты любишь Иисуса все больше, все больше и больше. Это рожается в твоей жизни, в отношении к твоим ближними. Поэтому мы не только смотрим вверх, но мы смотрим также и вперед, ко встрече с Господом Христом. И это последний наш пункт, четвертый стих, смотрите, Павел говорит здесь, «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним». Это крещендо, яркий финал апостола Павла в этом отрывке. «Вы явитесь с Ним во славе». Мы увидели Его славу, и Он дает нам эту славу, и Он желает нам показать ее окончательно. Мы с вами увидим своими глазами Иисуса. Мы видим Его, как Он есть, и сами преобразимся окончательно и станем подобными Ему. Наша вмененная праведность наконец-то станет реальной, братья мои. Я так этого жду. Я жду, когда моя вмененная праведность станет реальной, когда уже не будет никакого греха, эгоизма, скорби, смерти, разложения и даже перхоти. Сейчас мир этого не видит. Он не видит, какая слава нам открыта, и как много славного Господь сегодня в нас Духом Святым совершает. Но в тот момент это все раскроется, и мы будем с Ним во славе судить мир и царствовать с Ним навсегда. Первый раз Иисус пришел на эту землю как Мессия и Искупитель. Он пришел и умер на кресте за наши грехи. Он купил наши души своей кровью, своей смертью. Он принял на себя Божий гнев за наше нечесть и победил смерть. И ад не имеет никаких прав на нас. Полная беспородная победа, торжество, жизнь и над смертью, добра над злом. А теперь мы ждем Второго пришествия, когда Он исполнит окончательно все свои обетования, полнота нашего спасения наступит наконец. Но Библия называет Второе пришествие Христа не только как радостный день для уверовавших, но также и как страшный и грозный день для всех остальных людей, всего остального человечества. Большинство людей будут пытаться скрыться от Бога, спрятаться от Него, но это будет невозможно сделать. Когда Он придет в второй раз, то всякий акт предательства, всякий бунтарский поступок, всякое негодное слово, всякое моральное деяние, всякое превозношение, всякий нарциссизм, всякое самоупование и самоправедность, все наше самолюбие, эгоизм, все гадкие мысли, все просмотры в интернете, все пренебрежения Богом, игнорирования нашего Создателя, все это будет обнажено и осуждено на беспристрастном Божьем суде. Послушайте, дорогие мои, Библия показывает нам, что когда люди, люди, которые были намного более благочестивые и лучше, чем, вероятно, любой из нас, когда они встречались с живым Богом, то они падали, как мертвые перед Ним. Они были в ужасе, они были в жутком потрясении, когда они оказывались в присутствии Святого Бога, в Его славе, они просто от голоса Его славы видели, то они осознавали, насколько они греховны, насколько они плохи. Так что известный пророк Исаия, помните, что он сказал, воскликнул, горе мне, погиб я. Почему погиб? И он отвечает, «Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа с такими же нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саофа». Апостол Иоанн не отрекся от Иисуса, даже когда его отвели в Рим во время гонений на христиан при Нероне за свидание веры, веры в Господа. Он был приговорен к смерти. Его пытались здоровить адом, его пытались сварить в котле с кипящим маслом, но он выжил. Тогда его отправили в ссылку на остров Патмос, где он провел несколько лет, много лет. Это был очень сильный, крепкий человек. Но вот когда он увидел Иисуса, воскресшего в его славе, то он упал, как мертвый. И мы читаем об этом в первой главе Откровения. Понимаете, это то, что испытывали лучшие люди из людей, которые оказывались перед святым Богом. Дорогие мои, наступит тот день, когда терпению Господа придет конец, и он зальет свой гнев на всех непокорных, и срешится его суд, и некуда будет спрятаться, и никак нельзя будет откупиться, никак нельзя будет обмануть, нельзя будет стереть кэш-браузера. Наше сердце будет полностью обнажено. Будут раскрыты файлы на каждого из нас. Все наши слова, все наши мысли, все наши поступки предстанут на суд Божий. И уже не будет того, кто подошел бы и сказал, я заплатил сполна. Иисус придет судить, а не спасать. Но те, кто веровали в Иисуса, для них настоящая и будущая жизнь, это Христос, они обретут Свою славу в тот день. Настоящие верующие, они не боятся второго пришествия, они ждут Его. Если Иисус твоя жизнь, то твое сердце любит Его, твой разум восхищается Им, твоя воля покоряется Ему, твои планы связаны с Ним, твоя жизнь построена вокруг Него, и это будет видно всем, об этом говорит Павел. Если ты живешь Христом, то это будет видно. Если ты сегодня обманываешь себя, что ты верующий, а твои все земные планы все еще связаны с земным, то я призываю тебя покаяться. Зачем лишать себя по-настоящему радостной жизни и на земле, и в небесах? Надо молиться, чтобы Господь даровал нам только одно, искать Его всем сердцем, чтобы Он изменил наши сердца и исцелил наш разум. Я недавно прочитал историю про известного миссионера Хадсона Тейлора. В 1861 году он вернулся в Англию в причине болезни, там проходило у него лечение, и он знал, какая бедность и немощь там в миссионерском служении в Китае. Он был в очень богатой церкви Брайтон, на Брайтоне, не Сакраменто. Большая церковь, он слушал пение, проповедь, видел, как много состоятельных людей, очень способных людей, и он не досидел до конца собрания. Проповедь затронула его сердце, он вышел, он шел по берегу и плакал, и сердце его томилось. И вот он пишет в своем дневнике. я испытал неверие. Я смотрел на то, как тысячи христиан радуются своему спасению, в то время миллионы людей погибают, не имея вера, и они никак не переживают. Но Господь победил мое неверие, и я вновь посвятил себя Ему служению. Я сказал, что ответственность за наши планы и их последствия лежит на Нем, и что моя задача, как Его служителя, состоит в том, лишь в том, чтобы быть послушным Ему и следовать за Ним. А Его задача заботиться обо мне и моих друзьях и вести нас. Я здесь же просил Господа о 24 сотрудниках, по двое для каждой провинции Китая, где не было миссионеров, и двоих для Монголии. Тогда я записал эту нужду в свою Библию и с радостным сердцем пошел домой. Библия, в которой Хансон написал эту молитву, существует по сей день. В ней около 18 главы книги Иова рукою его написано. Молился о 24 добровольцах, способных работниках. Брайтон, 25 июня 1865 год. Прошло время, и с ним поехали в Китай 24 человека. Друзья мои, он жил небесным. Он мог остаться там и почивать на Лавровах, как такого миссионера. Но сердце его горело, чтобы славу Христа увидели еще миллионы, которые никогда не видели. известный служитель нашего братства как-то сказал, тот, кто не очарован Христом сам, не сможет очаровать им другого. Если же мы очарованы Христом, то мы все дадим Ему, нам ничего не будет жаль для Него. Христос, очаровавший нас, возрастает перед нами своей красоте и славе, а мы умоляемся перед Ним с каждым днем все больше. Ему Отец Небесный, когда мы говорим о славе Твоего Сына, Твоей славе, то наш бедный язык, он просто еле ворочается от удивления и смирения и восторга и то же самое время, как мы можем отразить и выразить благодарность Тебе за Господа Иисуса. Только благодаря Ему Твоя слава не раздавила нас, а восхищает и удивляет. И мы желаем, чтобы Ты захватил наш взор, наше сердце, наш разум, наше убеждение, нашу веру, и чтобы они все были абсолютно сконцентрированы на Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Твоей благодати, потому что мы так легко вводим взор с Того, кто есть центр Вселенной и пытаемся себя поставить центр. Прости нас и помоги и исцели. Во славу Тебе просим ради Твоего Сына Иисуса, Тебя, нашего Бога Триединого, Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Аминь.